В зале детской школы искусств классика нет свободных мест. Гала-концерт международного образовательного проекта «Хоровые параллели» это итоги напряженной работы музыкантов разных стран. Они говорят на разных языках, но благодаря музыке могут понимать друг друга без слов. Именно сегодня мы увидим с вами пример того, как музыкальные параллели западноевропейского и русского хорового искусства пересеклись и позволили нам окунуться в прекрасную атмосферу созидания и сотворчества. Открыл концерт сводный детский хор. Совместная работа одинцовских музыкантов и немецкого дирижера не оставила равнодушных в зрительном зале. Публика молча на одном дыхании слушала хоральную мессу Шарля Гуно. И только в конце разразилась аплодисментами. Международный проект «Хоровые параллели» длится меньше недели. При этом за такое короткое время музыканты успевают получить достаточно знаний. Его участники признаются, работа с немецким дирижером отличается от работы с соотечественником. Немецкий дирижер много рассказал нам о смысле кантаты, о том, какое место она занимает вообще в творчестве Баха. Мы посвятили также, уделили внимание, скажем, духовной стороне. Ну, также смысл всего этого, всего происходящего он очень хорошо передал через, скажем так, свое отношение к музыке. Сказал, как сильно она может объединить народы, когда-то вставшие по разные стороны баррикад. Главная цель образовательного проекта «Хоровые параллели» – развитие международных контактов в области музыки. Гала-концерт показал – организаторы добились желаемого. И сейчас это как никогда вселяет надежду, что такое взаимопонимание между европейскими странами будет достигнуто не только в творческой сфере. Евгения Августина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.